МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем огромный привет! Выливайтесь вместе с нами в студенческую жизнь. В эфире Универ-Ньюз в студии Регины Якупова. Сегодня выпуски. О государственном и муниципальном управлении. В Казани проходит ежегодная конференция международной организации НИСПАСЕ. Проблема не миновала. Экологи КФУ на защите водных объектов. Студенты КФУ заинтересованы во взаимосвязи политики и интернета. В Казань съехались мировые специалисты в сфере государственного управления на 25-ю конференцию НИСПАСЕ. На церемонии открытия побывал и наш корреспондент. 18 мая в Казани открылась 25-я ежегодная конференция международной организации НИСПАСЕ и инновации управления в государственном секторе, работа которой продлится до 20 мая. В мероприятии принимают участие более 150 гостей из 35 стран мира, в частности из Центральной и Восточной Европы, США, а также участок представителей ООН, Международной ассоциации школ и институтов государственного управления, Национального центра по вопросам Государственной гражданской службы Франции, Американского общества государственного управления. Вектора более 10 университетов стран Центральной и Восточной Европы. Создают, с одной стороны, огромные возможности для совершенствования госуправления, с другой стороны, являются важным вызовом, потому что граждане сейчас, они овладели современными информационно-коммуникационными технологиями, сегодня граждане хорошо информированы о решениях, которые принимаются в разных частях света, и могут сопоставлять решения конкретных госорганов. С торжественным словом в начале мероприятия выступил председатель Госсовета Республики Татарстан Фарид Мухаммедшин и ректор Казанского федерального университета Ишат Гафуров. Поверьте мне приветствовать вас от имени президента Республики Татарстан, парламента и правительства нашей республики, которая придает исключительно важное значение сегодняшней конференции и уверена в глубоких дискуссиях по той тематике, которая была заявлена на сегодняшнюю конференцию. Впервые организуемое в России сетью институтов и школ государственного управления в Центральной и Восточной Европе совместно со старейшим вузом Российской Федерации Казанским федеральным университетом. Достаточно длительная работа с нашими коллегами Ассоциации Неспаси привела к тому, что юбилейная конференция проходит именно на площадке нашего университета. Это достаточно интересная конференция по одной простой причине, что все множества, которые сегодня реализуются в европейских странах, других странах, представители которых находятся здесь, позволят транслировать программы по переподготовке госмуниципальных службов Чехде и в принципе транслировать на первичную подготовку наших студентов, которые видят дальнейшую работу в структурах государственной службы и муниципальной службы нашей страны. Одна из главных задач Неспаси – это развитие школ в сфере государственного управления, а также дальнейшее получение ими аккредитации по этим программам. В России сейчас очень много ресурсов внедряется для повышения качества высшего образования, и это основная задача нашей организации – это организация школ. В рамках конференции запланировано обсуждение таких аспектов, как реформирование государственного регионального управления и местного самоуправления, межрегионального сотрудничества, реализация государственной политики, внедрение эти технологии в процесс управления. Сокрытие конференции состоится 20 мая. Прямую трансляцию вы сможете посмотреть на официальном сайте Казанского федерального университета. Диана Шилова, Леонард Вольтьяров, Универньюс. В 2016 году Республика Татарстан уже столкнулась с крупной экологической проблемой – развитием опасных токсин, которые привели к массовому вымиранию обитателей рек и озер. Какие меры стоит предпринять, чтобы бедствие не повторилось в этом году и не возвращалось вновь, уже выясняют в Казанском федеральном университете. С чем ведут борьбу экологи, расскажет Аделя Шимилова. Уникальные проекты становятся для Казанского федерального привычным делом. На этот раз в стенах университета были объединены силы иностранных, иногородних и республиканских специалистов-экологов, которые искали пути решения для довольно нашумевшей проблемы – глобальному распространению процессов антропогенного эфтрофирования водных объектов. Действительно, в последние годы мы все чаще сталкиваемся тем, что вода в водоемах подвергается эфтрофикации. Это научный термин, который говорит о том, что вода становится загрязненной, содержит много органических веществ. Это способствует разрастанию специфических водорослей, которые выделяют в воду токсины опасные и для человека, и для животных. Кстати, данная тема для Республики Татарстан является весьма актуальной. Отметим, что массовый мор рыб и уток в 2016 году был неоднократно зафиксирован на нескольких водоемах Республики. Специалисты убеждены, что причиной массовой гибели стали опасные токсины, причиной которой является гниение сине-зеленых водорослей. Однако, это не единственная проблема, с которой на сегодняшний день ведут борьбу экологи Республики. Планируется, что в течение конференции будут найдены новые пути решения обострившихся ситуаций. Ситуация экологическая здесь стабильная, и мы можем сейчас, на упреждение, принимать ряд мер. И вот те лучшие методики, лучшие программы, лучшие способы спасения водных объектов, мы, конечно, должны здесь услышать, и они будут полезны не только для Татарстана, но и для наших соседей. Проведение данной конференции позволяет участникам поделиться практическим опытом, совместить демонстрацию передовых технологий с обсуждением главных вопросов отрасли, сделать акцент на проблемах водных ресурсов, а также привлечь внимание общественности к проблемам экологической ситуации. Действительно, проблема загрязнения водных объектов и эфтрофирования, она очень актуальна для всего мира, поэтому не случайно мы пригласили на эту конференцию не только представителей науки Российской Федерации, но и конференцию международных характеров, потому что ученые приехали со всего мира. В течение двух дней участники будут усердно искать всевозможные пути решения экологических проблем Республики, и предпринимать меры для снижения неблагоприятной экологической ситуации Республики и за ее пределами. Работа конференции будет проходить до 19 мая, включительно. Аделья Шамилова, Владислав Михневский, Универньюз. 17 мая состоялось заседание дискуссионного клуба «Татаристика» на тему потери и находки. За круглым столом обсуждали проблемы татарского языка, литературы и культуры. 17 мая состоялось заседание дискуссионного клуба «Татаристика» на тему потери и находки. За круглым столом обсуждалась проблема татарского языка, литературы и культуры. Представители театральной деятельности Республики Татарстан пытались разобраться в том, что мы имеем на сегодняшний день и как в дальнейшем будет развиваться татарский театр. В рамках обсуждения главным вопросом стал, как быть татарскому театру в условиях глобализации. Будучи студентом, я считаю, что это очень важное мероприятие, потому что здесь рассматриваются вопросы будущего нашего театра на предстоящие 10 лет. А главное, чего не хватает татарскому театру. Мне понравилось, что на дискуссии присутствует много студентов, ведь нужно понимать, что будущее строится прежде всего на молодежи. На сегодняшний день интернет и политика тесно связаны друг с другом. Молодежь КФУ заинтересована в этой теме, так как она горячая и актуальная. Студенты активно участвуют в событиях, связанных с обсуждением связи между всемирной сетью и политикой. 18 мая в КСК КФУ «Уник» состояло заседание дискуссионного клуба «Политского ротка» на тему интернет и политика. Перед собранием было награждение наиболее хорошо проявивших себя младых людей. Участниками были члены общественной и молодежной палаты. Студенты обсуждали острые вопросы о связи интернета и политики, возникшей на сегодняшний день. Здоровья, благополучия, процветания и новых проектов и новых дискуссий. Главная задача «Политского ротки» – сделать мир политики понятным для простого обывателя. Таков лозунг дискуссионного клуба. Важно заметить, что организация существует благодаря инициативе и активности студентов. Сегодня мы отмечаем небольшой, но очень важный юбилей – пятилетие с момента функционирования этого дискуссионного клуба. Участниками «Политского ротки» на протяжении пяти лет обсуждаются самые актуальные и спорные проблемы общества. Тема этого заседания – интернет и политика. Как интернет повлиял на политику в последние годы. Понятно, что интернет очень резко вошел в нашу жизнь на протяжении последних 10-15 лет. Но нас интересует вопрос о том, что же происходит с политикой. Основная цель дискуссионного клуба – формирование гражданско-ответственной позиции у студентов. Влада Крайнова, Владислав Михнецкий, Универ Ньюз. А на этом у меня все. Желаю удачи на экзаменах. Вытяни тот самый билет. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин